здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня короткое видео по вашим комментариям прочитала вот недавно интересный комментарий автор евгения не дошковская да я так понимаю фамилию я прошу прощения если я вдруг неправильно произнесла и вот иногда ваши комментарии меня просто приводят в восторг в такой ступор хорош в хорошем смысле ступор комментарии под видео я ссылку оставлю под видео в описании на ту первое мое видео на вот эту вот дырочки как вывязывать эти евгения мне подсказал совершенно идеальный способ вязания вот этой вот лакшери рване и видео так назову идеальная лакшери рвань хоть хотя если вот так вот подумать то смешно его название ну да пусть будет она обычно привлекает внимание значит покажу вам быстренько как то первое видео посмотреть если что единственное что вот здесь вот на вот это безобразие не смотрите это я пробовала из трех накидов делать не надо делать некрасиво потому что уже начинает видите распускаться из двух накидов покажу вот такую вот вам дырочку и из одного вот такую вот чтобы не было провисаний вот так вот вяжется значит сначала из одной значит я делаю накид и две петли вместе провязываю лицевой а далее из двух накидов покажу то есть одновременно буду показывать обе дырочки значит здесь я так вот поворачиваю две петли вместе лицевой 2 накида делаю и провязываю еще раз две петли вместе тот способ вы посмотрите в первом видео кому интересно а этот способ здесь я покажу значит в изнаночном ряду я довязываю до вот этих вот накида я их спускаю и делаю снова здесь без разницы либо вы сделаете так либо сделайте так как вам удобно они спускаются поэтому не важно как так там где один накид мы доходим спускаем его а здесь делаем накид и вяжем и так мы вяжем на высоту которая нам нужно лицевом ряду то же самое мы делаем спускаем накид 2 одеваем и вяжем то есть мы не провязываем эту петлю как в первом способе ладно не буду об этом говорить вы посмотрите здесь дошла до этих двух накидов спустила сделала два накида и так высоту сколько вы хотите вот видите вот вот у меня из двух петель из двух накидов здесь из одного и получается вот такая вот ровная протяжка не абсолютно не деформирует полотно вот видите полотно у меня ровная то есть эти протяжки не деформирует его так изнаночном ряду когда заканчиваем там где 2 2 накида значит один я провязываю лицевой 1 изнаночная это заканчивая эти дырочки то есть таким образом эти накиды вы вяжете высоту с накидами спуская их столько сколько вы хотите вот высоту этой как бы рванюшки вот можно коротенькую сделать там где один накид мы его просто провязываем изнаночной вот и все девчонки вот и весь секрет видите я до этого не додумалась много вещей беру из ваших комментариев очень полезных некоторые я доношу до вас вот ну вот в принципе все девчонки еще хотела что я хотела же еще сказать что хотела вам сделать еще видео знаете сейчас очень популярные свитера когда внизу вот это рвань и именно висящая вот хотела сделать видео как сделать на краю изделия вот эту рвань а вы меня напишите в комментариях нужно ли вам такое или нет я уже знаю как это делается вот ну в принципе на сегодня все с вами была дикой школа рукоделия всем пока пока